Сегодня мы в гостях у Натальи Птицы, а именно в арт-пространстве с выставкой картин. Наталья, расскажите, чем вы занимаетесь? Я художник и преподаватель. Я вот слышал, что вы занимаетесь, еще преподаете рисование. Где это, как происходит? Ну, я преподаю здесь, в пространстве вместе. Это наша студия, моя мастерская. Здесь я пишу картины и провожу свои уроки по живописи. Пишем акварелью и маслом. Как пришли именно к этим стилистикам? Ну, вообще, я бы называлась универсальным художником. Я пишу во всех техниках. То есть, вот здесь есть батик, есть графика, есть масло, есть акварель. Так как я профессиональный художник, я работаю во всех техниках и во всех материалах. Вы с Новосибирска? Да. Ну, вообще, я с Томска. Училась в Новосибирске, потом жила в Новосибирске. Можно сказать, в Сибири. Как приехали сюда, в Магадан? Ну, родина отправила. Супруг военный сюда отправили. И мы сюда приехали, влюбились. И теперь хотим здесь остаться. Когда это произошло? Когда вы сюда приехали? Два года назад, в июле. Получается, 18-го года. Как пришли вот к этому месту, к открытию, к самой идее открытия арт-пространства в Магадане? Ну, получается, что когда я жила в Новосибирске, я там открыла студии. У меня в Новосибирске осталось две студии живописи, в которых я сама работала, преподавала, также писала. Потом я открыла студию живописи в Томске. Когда я сюда приехала, я думала, что мы здесь временно, как и большинство людей. И поэтому я просто пошла преподавать в какие-то... конкретно преподавала в Созвездии. Это детский центр досуговый. Вот. Проводила мастер-классы в кафе, в ресторанах. Но мне очень хотелось свой дом, да, такой, свою мастерскую. И когда ко мне пришло четкое понимание того, что я отсюда никуда уезжать не собираюсь, я поняла, что нужно обуютиваться, создавать свой дом. Вот. И мы встретились с Женей, мадам Лемур, да, которая цветочная лавка. И нас объединяет не только вот это вот пространство, а общая идея, творчество. То есть не только рисовать, а вообще создавать много всего классного. Вот. Я так понимаю, вы вместе, да, открыли? Да, вместе мы открыли вместе. Как пришли к этому? Просто встретились, да, познакомились? Как это произошло? Вообще история, на самом деле, очень интересная. В целом пространство мы придумали с мужем еще в марте, когда была самоизоляция. Но тогда, ну, вот все случилось, и мы ничего не сделали, естественно. И в марте мы познакомились с Женей, я рассказала ей вот эту идею. И она сказала, что тоже хочет быть партнером этого мероприятия, этого проекта. И она создала вот именно лавку цветочную, сухоцветную. Здесь еще много чего, на самом деле, будет интересного. Просто пока все это в процессе находится. Вот. И когда я приехала с отпуска, все случилось вообще сумбурно абсолютно. Месяц назад вот прям, а давай сделаем, давай. И причем началось это с того, когда мы увидели это помещение. Оно тоже пришло случайно. Ну, вот как-то все сложилось, обстоятельства. Здорово. Кто ваша аудитория? На кого вы рассчитываете? Кто к вам приходит? Кто эти люди? Вы же знакомитесь, я так полагаю, с многими. Ну, все, кто приходят, становятся даже, можно сказать, друзьями, близкими. Потому что такое же комьюнити вокруг нас собралось. Люди между собой становятся друзьями. В основном это взрослые люди. С детьми я очень редко занимаюсь. Это мне достаточно тяжело дается. Потому что мне нравится работать с замотивированными людьми, которые приходят уже точно знают, чего хотят. Что они хотят творить. Хотят научиться рисовать. Хотят вот какой-то реализации. Попадались ли такие люди прям нулевые? Вообще ко мне практически все приходят нулевые. Самый первый вопрос, который обычно через директ записывают, самый первый вопрос, который приходит, это если я вообще не умею рисовать, у меня получится. Вот в 100% случаев, да, получится. Прям все приходят абсолютно и потом пишут такие картины. Конкуренция есть? Ну, вообще я не верю в конкуренцию. Тут у нас в городе еще есть два мастера, которые проводят мастер-классы. Но я считаю, что клиентов хватит всем. У каждого мастера свои какие-то плюсы. И учеников, ученик приходит к своему учителю. Поэтому конкуренция, особенно в такой творческой области, мне кажется, это... К рисованию картин, да, вы как пришли. То есть вы закончили какую-нибудь школу, да? И либо это... Где учились этому всему? Вообще я профессиональный художник. Вот примерно в тот момент, когда я родилась, мой папа решил, что я должна быть художником. И когда я пошла в детский сад, я там целыми сутками рисовала. Потом я... Это была подготовишка. Подготовишки, подготовительные курсы к художественной школе. Потом была одна художественная школа, вторая, третья. Вот у нас в городе, в Томске, три художки. И я во все ходила. Потом был учили... Потом был колледж культуры, потом было художественное училище. В колледже культуры тоже, естественно, живописная направленность. Потом было... Вот Новосибирское государственное художественное училище. Там я училась пять лет на художника-живописца. Станковая живопись, то есть это вот картины маслом именно. Пять лет написали маслом. И потом я пошла в Красноярский государственный художественный институт на направление станковая графика. Это гравюры, афорты, литографии. Ну, в общем, такое, можно сказать, уже мертвое искусство. А эта коллекция, сколько вы ее создавали? Вообще здесь картины самые ранние, вот с 2012 года, это получается 8 лет, правильно? Но на самом деле в газете написали, что за 10 лет 100 картин. Но здесь около 100 картин, но они написаны не за 10 лет, конечно. То есть за 10 лет, в смысле, я написала, наверное, тысячи картин. Потому что в том зале около 50-60 этюдов, они написаны вот за последние 5 месяцев. В этом зале картины вот более ранние, да, но это самые лучшие, которые мне больше всего нравятся. Просто привезла их вот из родного города. Плюс есть студенческие работы, а так, конечно, очень много работ. Вы их монетизируете. Что вас подвигло к этому? Как вы пришли к тому, что вот нужно их, можно монетизировать? Просто многие ребята, да, которые занимаются вообще в целом каким-то творчеством, не все идут на этот шаг. Ну, конечно, это как бы мой хлеб, да. То есть, грубо говоря, я так зарабатываю. Но это как-то само собой все случилось. Просто людям нравится то, что какие картины я пишу, и они покупаются. То есть, на выставке нет ни одной картины маслом, потому что я просто не успеваю их даже выставлять. Когда я пишу, я показываю в Инстаграм, и картина, как правило, тут же покупается. А то есть, до выставки даже ничего не дошло. И даже я хотела выставить масляные работы, но не хватило пристранства здесь. Ну, то есть, мало места. С чего началось? С чего началось? Да, то есть, вы написали картину, вам предложили ее купить, либо как-то по-другому было? Ну, опять же, наверное, самую первую картину продала где-то лет в 11. Ну, наверное, купил какой-то друг семьи. Ну, прям, чтобы я стала заниматься этим целенаправленно, ну, вот, наверное, в Магадане уже, когда приехала, так активно стала продавать свою живопись. До этого это как-то... В общем, здесь я очень много пишу, и поэтому очень много работ. Я считаю, что картины, они должны не в стол писаться, да, они должны радоваться, они должны продаваться. И в целом я продаю за очень доступные цены, потому что, когда я жила в Томске, там достаточно много галерей, и я помню, что когда приходила, там висели картины за 100 тысяч. И художники были мои преподаватели, которых я не считала какими-то прям супер-мастерами. Ну, да, художник. И картина мне это не казалась каким-то шедевром, но она стоила 100 тысяч. Когда я решила, что вот когда-нибудь, там, я буду продавать свои работы, у меня было четкое понимание, что я хочу, чтобы мои работы мог купить любой человек, который, ну, тянется к этому. Поэтому, что это не то, что должно быть у какого-то, там, элиты, да, так скажем. То есть каждый мог себе это позволить. Есть какой-то любимый, вот, стиль рисования, то есть маслом или акварелью? Наверное, нет. Это вот каким-то периодом идет, то есть вот, например, сейчас у меня акварельный период. Как-то вот тянет к этому материалу, хочется писать, вот, я пейзаж очень много писала. Сейчас я смотрю, вокруг меня много цветов, и мне хочется вот брать и писать цветы. Это как-то само собой приходит. Вот, получается, пять лет назад я очень активно писала батики, да, то есть вот на ткани, вот они как раз. Времена года влияют на вот творческий процесс? Возможно, но скорее влияет… На настроение? Ну да, какая-то вот атмосфера внутри, ну, душевная равновесие, да, если все хорошо, то хочется писать. Если все хочется, не хочется писать. Вы проводите мастер-классы, а как часто это бывает? Сейчас я провожу мастер-классы один раз в неделю. Там раньше я делала это гораздо чаще, то есть был какой-то период, когда я работала буквально каждый день, каждый день у меня были занятия. Сейчас я понимаю, что я хочу больше времени уделять своему творческому процессу, больше рисовать сама, больше… У меня есть еще другие творческие проекты, которыми сейчас буду заниматься. Конечно же, семье хочется уделять время и себе. Вот, поэтому два раза в неделю я в целом работаю преподавателем. Семья, я так полагаю, относится положительно, да, к вашему творчеству, где я это делал, ко всему. Какие планы, что в дальнейшем будет? Ну, следующий шаг – это будет у меня онлайн-школа, я давно ее планирую сделать. И нужно просто сесть и снять курсы, которые я хочу. Это конкретно вот мой личный проект. Далее, здесь у нас еще будет много всего интересного. В целом, пространство мы хотим использовать как творческое. Мы хотим, чтобы здесь были квартирники, поэтические вечера, какие-то музыкальные вечера. Мы хотим, чтобы здесь постоянно были выставки, чтобы здесь были и художники другие, и фотографы. Также мы хотим здесь проводить такого рода интеллектуальные вечеринки, где будут какие-то игры, где люди будут знакомиться. Ну, то есть мы хотим создать такое классное досуговое место для такой интеллектуальной аудитории, которой как раз хочется думать, развиваться, идти вперед. Я думаю, стоит пригласить всех желающих, потому что не все знают, где это находится. Что здесь происходит? То есть это не только выставка, здесь еще и проекты планируются разнообразные, и мастер-классы проводятся. Так что, я думаю, стоит вам пригласить. Конечно, да. Сказать, где это находится. Это находится на Ленина 22.2. Пространство называется «Вместе». Напротив кинотеатра «Горняк вход». К сожалению, нашу вывеску пока что не все видят, но мы над этим поработаем. Я думаю, что услышат и пойдут, посмотрят, может кто-то вдохновится. Допустим, я пришел на открытие, когда было очень интересно, здорово. Люди творческие. У всех было такое настроение позитивное. Такое, прям, не знаю, тепло. Вот было очень тепло. Очень понравилось. Познакомился с вами. Спасибо вам за беседу. Было очень приятно пообщаться. Ну, а со зрителями мы прощаемся. И я думаю, что скоро увидимся в новых интересных местах и проектах. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...